Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень нежный мусс из черной смородины. Сейчас как раз самый ее сезон, да и такой мусс можно приготовить даже из замороженных ягод. Черную смородину нужно помыть, перебрать и сложить в блендер. Нам нужно будет измельчить ее в пюре. Если вы готовите десерт из замороженных ягод, просто положите их в ковшик, залейте небольшим количеством воды и доведите до кипения. Затем варите до загустения и нужной вам консистенции. Сваренные остывшие ягоды или свежие, как в нашем случае, измельчаем в пюре с помощью блендера. Кстати, этот десерт можно готовить не только со смородиной, вообще в оригинале он был с малиной, поэтому используйте любые ягоды, которые у вас есть. Вот такая красота у нас получается. Теперь, чтобы добиться нежной консистенции, нам нужно перетереть наше пюре через сито. В принципе, этого можно и не делать, если вам лень или если вы любите чувствовать ягоды во вкусе. Занятие не очень долгое, на весь объем у меня ушло примерно 10 минут. Пюре готово, теперь займемся другими ингредиентами. Отделяем белки от желтков, складываем белки в одну посуду, а желтки в другую. Добавляем к желткам сахарную пудру. Если вдруг сахарной пудры у вас нет, то можно использовать сахар, но тогда нужно взбивать до такого состояния, чтобы он полностью растворился. И туда же добавляем наше ягодное пюре. Теперь всю эту смесь нам нужно очень хорошо взбить с помощью миксера. Масса должна не просто хорошо размешаться, она должна увеличиться в объеме и посветлеть. Только посмотрите, как изменился ее цвет, она стала намного светлее. Теперь берем другую миску и наливаем туда сливки для взбивания. И хорошенько взбиваем их миксером, только не перестарайтесь, нам нужно получить именно сливки, а не сливочное масло. Сливки для взбивания должны быть холодной и жирностью не менее 33%. Теперь перекладываем сливки в нашу ягодную смесь. Кстати, немного сливок можно оставить для украшения готового десерта, но это не обязательно, я добавила все сливки. И хорошенько все перемешиваем. Миксером здесь пользоваться необязательно, можно взять обычный ручной венчик или даже столовую ложку. Теперь займемся желатином. Желатин нужно подготовить по инструкции на упаковке. Желатин весь разный, поэтому следуйте советам производителя. Мой нужно было довести до кипения и проварить до полного растворения желатина. Совсем немного остужаем желатин и добавляем в нашу ягодную смесь. И снова все хорошенько перемешиваем с помощью того же ручного венчика. Наш мусс уже выглядит очень аппетитно, и нам осталось добавить лишь взбитые белки. Просто выливаем белки в чашу миксера и хорошенько взбиваем до пышной пены. Сахар или соль здесь добавлять не нужно. Белки будут взбиваться примерно одну-две минутки. Вот до такого состояния. Перекладываем белки в нашу ягодную смесь и очень аккуратно, плавными движениями перемешиваем все ложкой. Если вы будете мешать миксером или перемешивать ложкой слишком интенсивно, пузырьки воздуха полопаются, и наш мусс получится не таким пышным и воздушным. Да, я знаю, что многие боятся есть сырые яйца, но в то же время существует множество различных десертов именно с сырыми белками. Поэтому тут дело каждого, я считаю. Вот такая нежная консистенция получается у нашего мусса. Если честно, даже уже не хочется ждать, а хочется побыстрее его попробовать. Но нам нужно разложить мусс по формочкам и убрать в холодильник до полного застывания. Это примерно часа 4. Но проверяйте, возможно, мусс у вас застынет намного быстрее. Форму можно использовать любые, стеклянные, керамические или силиконовые. Если вы используете силиконовые формы, то мусс можно будет очень красиво из них выложить на тарелочку. У меня были только керамические, поэтому мы ели его ложкой. Я, конечно, попыталась его вытряхнуть, но у меня не совсем это красиво получилось. Вы только посмотрите, какой он аппетитный и красивый. Я привезла его попробовать дедушке на дачу, потому что мы готовили мусс из его смородины, и он сказал, что это самое вкусное блюдо из ягод, которое он ел в своей жизни. Это было очень приятно, а дедушке было очень вкусно. Приятного вам аппетита!